Канадцы толстые Слышала об этом от каких-то знакомых своих, что у меня об этом спрашивают, толстые ли здесь люди и... толстые люди. Нет, ребята, это абсолютно неправда, конечно, здесь есть также полные люди, есть худые, ну, в общем, как и везде. Возможно, здесь чуть-чуть больше, чем, например, в России, потому что в России девушки, может быть, более ухоженные, как-то умело это скрывают, но так, если говорить в целом, то здесь нет такого перенасыщения болезни. Больших людей, поэтому это неправда. Второй стереотип сразу так идет как-то прицепом к первому, это о том, что все едят в Макдональдсе и, в принципе, питаются только фастфудом. Я вам скажу одно, самая такая популярная здесь еда, это вообще азиатская еда. Упс, моя еда тоже приготовилась. Самая популярная еда, это азиатская еда и самое, наверное, то, что здесь распространенное, это, кстати, суши. Но, естественно, фастфуд, все вот эти вот бургер, кинг и так далее здесь есть и там есть люди, но, кстати, когда я была в Москве, людей в Макдональдсе гораздо больше. Так что я бы не сказала, что это самая популярная здесь еда. Да, люди там питаются, но если сравнивать, точнее, с другой какой-то кухней, то азиатскую еду едят гораздо больше. Следующий стереотип я его назвала фальшивые улыбки. Очень часто тоже я слышала от своих знакомых, что, Вероника, как ты там живешь, ведь все вокруг тебя так фальшиво улыбаются. И не знаю почему, но считается, почему-то у нас считают, что если здесь вам люди улыбаются и они с вами приветливые, то они, может быть, ваши автоматически становятся лучшие друзья. Естественно, это не так. Вежливость и друзья, дружба, это, я думаю, вы понимаете, что это разные вещи. Поэтому фальшивые улыбки, это вот такой какой-то неправдивый стереотип, мне кажется, потому что по мне это просто элементарная вежливость. Если человек с вами вежливый, то, как для меня, это приятнее. Другой мой знакомый сказал, что ему гораздо приятнее, если его искренне в России обматерят, ежели, ежели, такое слово странное, ежели. В общем, ему приятнее, если его в России искренне обматерят, или же здесь ему будут большие улыбаться. Как по мне, может быть, все люди, конечно, разные, но мне приятнее вежливая улыбка, чем мат. Напишите, как вам. Следующий стереотип я его назвала американская мечта. Почему-то очень многие люди думают, что как только ты въезжаешь в Канаду, в Америку, переступаешь только через аэропорт, тебе сразу дают большой дом, собаку, жену, машину, в общем, все, что нужно для жизни. И это неправда. Все. Я сейчас разрушила все ваши, возможно, надежды, но это не так. Несколько человек мне даже писали где-то в сообщениях и искренне удивлялись тому, что у меня до сих пор здесь нет ни дома, ни квартиры своего. И, ребята, знаете, здесь это дорого. Особенно, кстати, в Ванкувере. Конечно, люди покупают дома, но они покупают их кредит там на 30-40 лет. Это все реально. Но и люди работают здесь, кстати, очень много, те, кто покупают. Общаясь сейчас со своими друзьями в России, я понимаю, что они практически не работают. Месяц, а то и два месяца это отпуск, потом очень много больничных дней. В Канаде все немножко по-другому. После того, как вы год отработаете, у вас есть две недели отпуска, и в году у вас есть четыре дня больничных. И как бы все. Поэтому стереотип о американской мечте, это не совсем правда. То есть, конечно, люди этого добиваются, получают, но я считаю, можно также работы этого добиться где угодно. Но в аэропорту вам ничего не выдают, к сожалению моему. Если бы выдавали, я бы вам точно сразу рассказала. Следующий стереотип, я тоже не совсем уверена была, откуда он взялся, но все почему-то думали, что здесь дешевые айфоны. Мне часто писали люди и просили купить мне им там несколько айфонов, потому что как почему-то кто-то решил, что здесь они стоят по 200-300 долларов. Это неправда. Возможно, по соотношению в данном случае к рублю, хотя наоборот это будет, они еще дороже. Поэтому это вообще неправда. Мне даже скидывали где-то сайт, откуда вообще взялась эта идея, что в Америке почему-то дешевые, в Канаде в Америке дешевые айфоны. И в этом сайте, возможно, из-за незнания английского языка, люди решили, что он стоит 300 долларов. Но там было написано с контрактом на 2 года. Тогда да, вы можете взять телефон за 200, ну вы первую плату вносите 200 или 300 долларов. Но так, если вы покупаете телефон, он не будет таких денег стоить. Он стоит 900 долларов около того. Еще один стереотип, который, как я заметила, сложился у многих русскоговорящих, это то, что плохо относятся к русским, американцы, канадцы. И это абсолютно неправда. Если вы скажете, что вы из России, либо человеку будет просто все равно, либо он скажет, о, это правда, что у вас холодно. Как бы чаще всего это такая реакция. Но никто вас не ненавидит. Канада вообще это страна эмигрантов, здесь очень много национальностей. И как-то все привыкли уживаться друг с другом. Так же и в Америке никто никогда не будет вас не любить, то, что вы русский или какой-либо другой национальности. Все относятся к этому спокойно и, точнее, даже в большинстве случаев безразлично. Поэтому это тоже неправда. И последний на сегодня стереотип, который лично меня очень огорчил, потому что когда я собиралась в Канаду, я сидела, девочка Вероника, со своим чемоданом, смотрела все эти фильмы, где веселые такие вечеринки. Я собиралась жить в резиденции. И это все оказалось немножко не так. Я вам скажу честно, самые веселые вечеринки это у нас. У нас самый такой прям сумасшедший дом. Насколько я знаю, в Европе вроде как тоже, но я там не была, поэтому не могу вам по этому поводу ничего сказать. Но скажу, что в Канаде такого абсолютно нет. Все довольно скучновато, довольно однообразно. Канадцы в основном пьют пиво, они быстро им напиваются. И на этом вечеринка, в принципе, заканчивается. Кстати, я купила себе свечку, она сейчас стоит сзади меня, и так вкусно пахнет, я вам очень советую. Это просто у меня запах теперь ассоциируется с Новым Годом. Еще до Нового Года дофига времени. Кстати, скажите, пожалуйста, у вас в городах тоже уже все начинают украшать, потому что здесь какое-то уже безумство начинается, как будто у меня ощущение, что завтра уже будет Рождество и Новый Год. И я вам сейчас покажу эту свечку. Вот она. Вот она эта свечка, она Fresh Balsam называется. То есть она пахнет елью, елками, вот этими всеми запахами. Я его купила в магазине Bath & Body Works. Вот, мне даже дали, кстати, купон на 10 долларов. Скидка. Если я куплю что-то на 30 долларов или больше в их магазине в следующий раз. В общем, я обожаю там у них вот эти вот свечи. Наверное, это моя любимая коллекция, зимняя коллекция. Ну, вроде как вот эта, по-моему, даже и летом там продавалась. Но зачем летом запах Нового Года? Ну, я не знаю, я просто обожаю. Вот она стоит, и она мне очень нравится в этих свечках из этого магазина, что запах действительно пахнет по всей квартире. Потому что когда я попала в Икеи, вроде как обещано было, что они тоже будут чем-то пахнуть, но лично я ничего не чувствовала. Здесь же, конечно, такая реклама, блин, капец. Ну, я просто обожаю. Я не знаю, редко что, наверное, мне так нравится. Я периодически это покупаю. Но вот обычно мне, кстати, жалко жить в свечке почему-то. Я так смотрю, думаю, ну, блин, ладно, когда-нибудь потом через год. И в итоге проходит лет пять, и она у меня так же и стоит просто как украшение. Это мне тоже, на самом деле, немножко жалко. Но ее, во-первых, очень долго хватает. Во-вторых, мне безумно нравится запах. Все. Хэштег реклама от Вероники закончилась. И я думаю, на этом сегодня все. Спасибо, что посмотрели мое видео. Увидимся с вами уже очень скоро. С вами была Вероника. Всем пока. И если вам интересно видео о стереотипах, которые оказались правдой, то, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео и напишите в комментариях. Я вас очень всех люблю. Всем пока. Пока.